Силы тьму прогонишь Силы тьму прогонишь Город все раздвинешь Чтоб меня найти Силы тьму прогонишь Ложь огнем сжигаешь На своем пути Аллилуйя! Силы тьму прогонишь Город все раздвинешь Чтоб меня найти Силы тьму прогонишь Ложь огнем сжигаешь На своем пути Аллилуйя! Силы тьму прогонишь Город все раздвинешь Чтоб меня найти Иисус не спас Иисус не спас Иисус клюшет Иисус найдет тебя! Иисус найдет тебя, даже если ты отойдешь от Него! Он всегда приходит за Своими! Он всегда идет за Своими детьми! Аллилуйя! О, Иисус! 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 Его любовь простирается! Любовь Его настигает каждого из нас! Благодарю! Благодарю Тебя, Господь! За это качество! Искать своих потерявшихся детей! И я сегодня особенно молюсь за тех, которые, может быть, отошли от Церкви Твоей! Которые потерялись! Господь идет сейчас за Вами! И Он найдет и возвратит Вас в Церковь Свою! Возвратит Вас к Себе прежде всего! Благословляю сегодняшнее собрание! И слово, которое будет звучать! И прошу Тебя, Господь, говори сегодня кому-то в сердце! Используй меня как инструмент! Господи, преломи, как хлеб, и раздай! Чтобы все, кто будут вкушать, напитались! И еще осталось, чтобы другим раздать! Благослови это время! И пусть сила Твоя будет изливаться сегодня через Слово! Сокрушая дела дьявола! И все, что Он насадил в нашей жизни! Во имя Иисуса! Молился я Тебе, и весь народ да скажет! Аминь! Аллилуйя! Воздайте Богу хвалу! Там, где Он есть! Пошумите, пошумите, пожалуйста! Пожалуйста! Можете вскричать сейчас для Него, потому что Богу это нравится! Я еще раз приветствую вас, братья и сестры! Особенно приветствую всех, кто нас смотрит на канале Вера 24! Добро пожаловать к нам на собрание! Они сейчас присоединились! И мы рады вас всех видеть! Мы вас, конечно, не видим, вы нас видите, но мы рады, что вы с нами! Спасибо вам, что вы смотрите нас в разных странах! И спасибо, что вы комментируете наше собрание! Оставляете свои отзывы! Это помогает нам делать его еще лучше! Поэтому, пожалуйста, те, кто смотрит наше собрание, присылайте свои комментарии, что вам понравилось, что не очень! Мы будем ориентироваться на них для того, чтобы улучшать наше собрание! Спасибо всем! Спасибо, спасибо, спасибо! Очень рад! Очень рад, что мы хотя бы посредством интернета сегодня можем общаться! Но, друзья, честно говоря, мне надоело уже! Надоело! Не могу я смотреть в пустой зал, на пустые кресла! Скажите, хотел бы я, чтобы церковь наполнилась людьми? Очень хотел! Очень хочу праздника, когда все закончится! Чтобы мы все собрались! Чтобы мы радовались! Чтобы мы пили чай! Чтобы мы ели вкусности всякие! Друг друга обнимали! Друг другу говорили какие-то приятные слова хоть в этот день! Потом посмотрим! Вот! Чтобы мы реагировали на собрание, когда проповедующие проповедуют! Чтобы звучали аплодисменты! Чтобы здесь шум хвалы возносился к небесам! Чтобы на этом месте мы все вместе как церковь пели! Мы не забывайте самая поющая церковь! Ну, конечно, кто-то, может быть, спорит с нами за это звание! Но нам не важно, кто с нами спорит! Мы сами о себе знаем! Тем более наш епископ сказал нам так, что мы самая поющая церковь! И мы в это свято поверили! И мы такой и будем оставаться до конца! До конца! Стараться оставаться такой поющей церкви! Потому что Господу очень нравится, когда мы поем! И я всего этого хочу! Безумно хочу! Но опять карантин продлили до 6 июня! И знаете, есть два пути! Можно расстраиваться от своего хотения и говорить, как же так? Как же так случилось? Как же так получилось? Я так сильно хочу! Огорчаться, роптать на власти и тем самым идти неверным путем! А можно просто доверять Господу! Что я и выбираю! Я выбираю, друзья, доверять Господу в любых обстоятельствах, даже если этот карантин продлят на 2 года! Да не продлят! Не переживайте! Успокойтесь! Все будет хорошо! В июне разрешат! Наверное! Но я думаю, что как бы то ни было, Бог контролирует все обстоятельства, друзья мои! Не переживайте! Не расстраивайтесь! Доверяйте Ему! Он сильный Бог! Он всемогущий Бог! Он способен позаботиться о своем народе! И я уже четвертую проповедь сегодня буду говорить о том, что Бог заботится о своем народе! Знаете, это одна из его ролей! Какая? Отец! Друзья мои! У тех, у кого отцы не заботятся в семьях, о своей семье, о своих детях, это неправильные отцы! Роль отца заботится о своей семье! Заботится даже больше, чем мать заботится! Потому что мать, она в отдельных случаях заботится! И, конечно, она это делает лучше, чем отец! Но отец, он всецело заботится о семье! Он видит все в глобальных масштабах! И его одна из задач – заботиться о семье и защищать семью от внешнего врага! От внешнего! Вот жена или мама, она устрояет дом! Внутри дома заботится! Но она не сможет его устроить, если дома не будет! Если нечего будет созидать! И вот задача отца – построить этот дом! Задача отца – принести что-то в этот дом для того, чтобы жене было из чего созидать! Она же не может на пустом месте! Конечно, наши жены могут! Они могут из топора кашу сварить! Они могут из ничего сделать что-то! Но это неправильно! Обычно для того, чтобы женщина что-то сделала, ей надо что-то дать! Она даже не может родить сама, пока мужчина не даст ей семя! Только тогда, когда мужчина дал ей семя, только тогда она его приумножила! И когда мужчина приносит в дом что-то… Сегодня не о семье проповеди, я просто подвожу! Я знаю, куда я иду, я выведу нормально, все, не переживайте! Когда мужчина приносит в дом что-то, женщина есть из чего созидать этот дом! Она не может его на пустом месте созидать! И некоторые мужчины, они ничего не дали, они говорят, вот, жене, ты должна созидать дом! Из чего? Не дали любви, которую она может приумножить! Не дали финансов, из которых она может что-то купить и сделать! Ничего не дали! И требуют от нее! Она не может на пустом месте! Она отражение! Она слава! Так вот и с Богом, только в больших масштабах! Бог не заставляет нас на пустом месте что-то сделать! Он все необходимое нам дает! Он заботится о своих детях! Он дает вам семя, для того, чтобы вы, посеяв это семя, получили урожай! Он не говорит так, знаете что, идите, найдите семя, потом посеете его, а потом тогда урожай получите! Он говорит, я отдаю семя сеющему! И сегодня у многих проблемы в финансах, потому что они не сеют! Не сеют! Это было семя, друзья, а не пища! Еще рано! Еще рано съедать семя! Есть время урожая! И проблема заключается в том, что когда ты сеешь, ты можешь выбирать, что ты сеешь! А вот когда ты пожинаешь, ты уже пожинаешь то, что посеял! Уже выбора нет! Поэтому будьте внимательны, что сеете! Это во всем! И в отношениях прежде всего! И вот Бог, Он дает семя сеющему! Он дает нам то, из чего мы можем что-то сложить! И Он дает это обильно, не крохами! Мы не можем принимать, друзья, проблема в нас! Наша вера не способна принимать! Бог изливает! Я в последнее время часто говорю, сам себе, наверное, больше всего себя убеждаю в том, что Бог насыщает нашу жизнь благословениями! Не просто дает чуть-чуть! Насыщает! Это примерно как губка, которую положить в воду! Она впитывает ее до тех пор, пока места в ней не останется! Вот насколько она способна ее площадь впитать, эту воду! Настолько она и впитает ее! Губка! Вот так же и мы! Знаете, в чем проблема? Если губка уже чем-то наполнена, она ничего не впитает! Она должна быть пустой! Блаженный нищий духом! Порой мы не теми вещами наполнены! И поэтому не можем принять благословения, которые Бог изливает в избытке на каждого из нас! Друзья, поверьте! Бог изливает благословения в избытке на каждого из нас! Мерой полной, нагнетенной и утрясенной, друзья! Знаете, как Бог делает? Он наполнил, и ты вроде полный! Он говорит, подожди, подожди, надо утрясти! Сейчас утрясем! Никогда не утрясали в мешках листву? Ты ногу засовываешь туда и утрамбовываешь ее, чтобы побольше залезло мешков, жалко! Вот Бог, ему не мешков жалко! Ему благословений хочется побольше дать! Побольше! И он утрясает их! Но мы не всегда можем принимать! Поэтому, друзья мои, Бог заботится о нас! В каждом дне, в каждой секунде, в каждой минуте! И мы продолжаем об этом говорить! И сегодня тема называется так Они будут терять, а ты будешь приобретать Они, то есть эти люди мира, те, которые не знают Бога Будут терять, а ты будешь приобретать Прямо там, где ты сейчас находишься, скажи, я буду приобретать Все, проповедь закончилась До свидания, друзья! Это было слово на сегодня Ты будешь приобретать Что еще надо? Аллилуйя! Не будешь терять, а будешь приобретать Хорошо! И мы продолжаем говорить Продолжаем говорить о том, что Бог заботится о нас И я сказал уже, что Бог заботится о нас сверхъестественным образом Когда Он в нашей жизни производит чудеса И в этот момент надо думать не о том, как, а о том, кто Не надо думать о том, как произойдет то или иное действие, которое тебе нужно И ты ходатайствуешь перед Богом и знаешь, что оно в воле Божьей Не надо об этом думать, не надо этот процесс рассматривать Как произойдет мое исцеление? Подождите, Бог сказал, что ранами Иисуса Христа ты исцелен? Сказал! Зачем тебе думать, как ты будешь исцелен? Прими это исцеление уже как существующее Не надо Симптомы свои исследовать постоянно в теле Друзья, я иногда стоял в своих исцелениях по полтора года Не обращаясь к врачам Меня ругали за это Но я стоял, потому что внутри меня была вера И знаете что? Сегодня этих болезней нет Есть другие, с которыми я борюсь сегодня Но тех уже нет И не возвращаются эти симптомы Потому что я ходил с болью в теле Но внутри, говорил я исцелен И я не смотрел за этим процессом, как он будет происходить Я знал, кто осуществляет этот процесс И если он сказал свое слово, что благословит тебя Мне какая разница, как он меня будет благословлять Я жду благословений И я знаю, что они придут И никуда не денутся Знаешь почему? Потому что он сказал И я их приму Моя задача их принять А не задача отслеживать посылку Это сейчас хорошие технологии есть Где посылка называется? Ты заказал посылку и отслеживаешь Где она идет, весь маршрут Где бы она там не потерялась Зачем тебе отслеживать посылку? Ты просто однажды открой дверь и прими ее Потому что тот, кто доставляет Он не работает в почте России Слава Богу У него такая надежная почта То, что он отправил Обязательно дойдет до тебя Без вариантов Без вариантов Даже если будут мешать Даже если будут мешать Как у Даниила 21 день ждал Мешали Но ангел говорит Я все равно пробился Знаешь, у нашего Бога Самые лучшие почтальоны И они доставляют посылку к адресату Все равно И если он сказал Что благословит Значит благословит Поэтому не смотрите как А смотрите на то, кто Халилюя И дальше я сказал, что Бог заботится Через людей Он посылает на наш путь людей Которые помогают нам Потому что слово говорит Если Богу угодно твои пути Он и врагов с тобой примирит Но больше всего Бог заботится через людей Он посылает тех О ком мы должны позаботиться Это его план И когда мы начинаем Заботиться о других людях Бог дает нам все С избытком Для того, чтобы мы Это осуществили И нам самим Остается Потому что слово говорит Напаяющая душа И сама Будет напоена Друзья мои Те, кто заботится О других людях Те, кто благословляет Других людей Никогда не останутся В убытке Никогда не останутся Не останутся В ущербном положении Бог всегда будет Давать этим людям Потому что Он знает, что они Благословляют других Халилюя А сегодня мы поговорим О том, как Бог Лично заботится О нас Итак, позвольте Я напомню вам историю Которую мы взяли В основании наших проповедей Мы взяли ее С четвертых царств Шестой главы И мы видим там Царь Венадад Царь Сирии Осадил Самарию И в Самарии Ужасный голод Нечистая еда Которую в простой день Ни один израильтянин Не стал бы есть Продается за огромные деньги Голод так усилился Что матери Едят своих детей Царь израильский Разозлился На пророка Елисея Пришел к нему В горечи Сказал Что теперь ожидать От Бога Если Бог Сделал такое Мы также иногда Видим Что в нашей жизни Происходят какие-то Плохие вещи И мы думаем Глядя на эти вещи Что нам теперь ожидать От Бога Если Он допустил Такое Это самое ужасное Что я могу Сегодня испытать Но поверьте мне Поверьте Бог знает Что делает И никогда Не разочаровывайтесь Никогда Не переставайте Ждать от Него Царь пришел Сказал В горечи Это Елисею Хотя он вначале Хотел снять с него Голову даже Но Елисей ему Ответил Завтра Так люблю это слово Завтра Оно Два значения имеет Значение надежды И значение лени Когда тебе надо Что-то делать сегодня Ты можешь сказать Завтра Как бы освободив себя От обязанностей И когда у тебя плохо Ты можешь сказать Завтра Завтра Будет все хорошо И Елисей говорит Завтра В это же время Около ворот Мера муки и ячменя Будут продаваться По дешевой цене Помните Один вассал Даже не поверил За что и поплатил С жизнью своей И давайте сейчас Прочитаем Как Господь Избавил Самарию От врага Четвертый царств Уже седьмая глава С пятого по седьмой стих Четвертый царств Седьмая глава С пятого по седьмой стих И написано И встали в сумерки Чтобы пойти В стан сирийский И пришли К краю Стана сирийского И вот Нет там Ни одного человека Это речь идет Это речь идет О прокаженных Которые пошли Как мы знаем Из истории В стан сирийский Помните Я рассказывал о том Что они сидели Около ворот Отвергнутые всеми Они сказали Какая разница Где умрем Может быть там В стане сирийском К нам Отнесутся милостиво И нас помилуют И сохранят нам жизнь Помните Я сказал Они не водительством Духа Святого Воспользовались А своим Разумением Я призвал Нас пользоваться Здравым Рассудком Который нам дал Господь Так вот Они встали И пошли И вот сказано Пришли В стан сирийский И вот Нет там Ни одного человека И слушайте Господь сделал то Что в стану сирийскому Послышался Стук колесниц И ржание коней Шум войска Большого И сказали они Друг другу Верно Нанял против нас Царь израильский Царей хатейских И египетских Чтобы пойти На нас И встали И побежали В сумерки И оставили Шатры свои И коней своих И ослов своих Весь стан Как он был И побежали Спасая Себя Аминь Друзья Написано Что Бог Сделал то Что всему Стану сирийскому Послышался Шум Огромного Войска Некоторые Толкователи Библии Говорят о том Что якобы Вот это Вот эти четверо Прокаженных Когда шли Создали Какой-то там Шум И вот все Войны Этот шум Как бы услышали Как шум Огромного Войска Может быть Это красивая История Но здесь Написано Что сам Бог Сделал то Что стану Сирийскому Послышалось Друзья Сам Господь Сотворил Это Не использовав Никого Он сделал Так Чтобы Стан Сирийский Услышал Шум Огромного Войска Покинул Свои места И убежали Мы видим Что Бог Лично Без чего Бывали Либо вмешательство Разобрался С этой проблемой Я хочу сказать Друзья Мы порой Даже не представляем Себе Сколько раз В день Бог разбирается С нашими проблемами О которых Мы даже И не узнаем Никогда Мы даже О них И не ведаем Бог не допускает Этим проблемам Просто Прийти в нашу жизнь Потому что Он держит Свою руку Над тобою И надо мною На небесах Может быть Узнаем И я хочу Сегодня вам Сказать В той ситуации В которой Вы сейчас Находитесь Не считая Греха Если вы Согрешили Это другое Но если Вы верны Богу Если вы Праведны И сегодня Может быть Ваша ситуация Развивается Не так Как бы Вам Хотелось Я скажу Вам Это самое Лучшее Что могло Быть Как Так Могло Быть Хуже Если Бог Не работал Над ситуацией И не допустил Или допустил В твою жизнь Другие вещи О которых Ты даже Не знаешь Люди Которые Были В Самаре Они даже Не ведали Что в этот Момент Делает Бог И когда Прокаженные Пришли И рассказали Им о том Что стан Пустой Они Не поверили Об этом Не поверили Так И в нашей Жизни Мы порой Не знаем Какие События Выставали На нас Потому что Бог Не допустил Чтобы Мы Их Даже Увидели И чтобы Мы О них Услышали Потому что Он Заботился О нас И не Допускал Этих Обстоятельств В нашу Жизнь Воздайте Ему Сейчас Хвалу Он Достоин И когда Мы Смотрим На эту Историю Мы Видим Что Множество Сирийских Воинов Они Бросают Своё Имущество То Что Принадлежало Им То Что Делало Их Сильными Коней Оружие Богатство Бросают И бегут От того Что Слышат Шум Огромного Войска Но Интересно Что В этот Момент Четверо Прохоженных Идут Туда Откуда Другие Убегают Знаешь Что Я хочу Тебе Сказать Если Ты Находишься В Воле Божьей То В том Месте Где Все Теряют Ты Будешь Приобретать Ты Будешь Приобретать Потому Что Так Устроил Господь В чем Разница Разница Была В том Что Воины Слышали Шум Войска А Четверо Прокаженных Ничего Не слышали Они Просто Шли В то Место Куда Их Вел Их Здравый Разум Они Находились В Одинаковых Условиях Написано Что Вышли В сумерках В сумерках Плохо Видно Друзья Мои В сумерках Вот для меня Самая плохая Видимость Ты Видишь Очертания Предметов Но ты Не можешь Их Разобрать Даже Свет Порой В сумерках Не помогает Сумерки Это самое Такое Смутное Время Когда Плохо Видно Когда Видно Может быть Очертания Но не Видно Что это За предмет И знаете Легко Было Принять В этих Сумерках Четверых Прокаженных За целую Армия Легко И вот В этих Сумерках В темное Время Важен Слух Я не знаю Насколько Это правда Говорят Что у Людей У которых Слабое Зрение У них Развит Слух И вот Важно В сумерках В темное Время Пользоваться Слухом Слышать Что же Говорится И знаете Когда Сумерки Когда Вот темное Время Как Сегодня Слух Имеет Очень Важную Роль В нашей Жизни Что же Мы Слышим Слышим Лима Голос Господа И Слово Божье Которое Формирует Нашу Веру Без Которой Невозможно Угодить Бога Богу Или мы Слышим Какую-то Другую Информацию Я Всегда Говорю Обращайте Внимание На то Что вы Слышите Даже Может Быть Вы Потребляете Очень Качественную Очень Хорошую Информацию Которая Может Сформировать Ваше Мнение Которое Может Сформировать Ваше Правильное Мышление Но Она Не Может Сформировать Вашу Веру Потому Что Вера Формируется От Слышание Слова Божьего И Вот В сумерках В темное Время Лучше Всего Потреблять Слово Божье Не Ту Информацию Которая Звучит Отовсюду А Ту Информацию Которая Звучит Из уст Господа Которая Формирует Твой Слух Который Даст Тебе Слышать Голос Господа Это Очень Важно Конечно Лучше И Видеть Правильно И Слышать Правильно Но Когда Нет Зрения Когда Мы Не Видим Ситуацию Глазами Важно Правильно Слышать Разница Между Прокаженными И Воинами Сирийскими В том Как Они Слышали Одни Слышали Правильно Что Ничего Не Происходило А Другие Слышали Неправильно Друзья Хочу Напомнить Перед тем Как Произошли Эти События О которых Мы Сейчас Говорим С Елисеем Приключилась История Где Сирийское Войско Тоже Сирийское Войско Окружило Его В городе Дафаиме Желая Пленить И Привести К Сирийскому Царю Давайте Прочитаем Эту Историю Всем Известное Поутру Служитель Человека Божьего Это Четвертый Царств Шестая Глава С Пятнадцатого Стиха Четвертый Царств Шестая Глава С Пятнадцатого Стиха Поутру Служитель Человека Божьего Встал И Вышел И Вот Войско Вокруг Города И Кони И Колесницы И Сказал Ему Слуга Его Увы Господин Мой Что Нам Делать И Сказал Он Не Бойся Потому Что Тех Которых С Нами Больше Нежели Тех Которые С Ними И Молился Елисей И Говорил Господи Открой Ему Глаза Чтобы Он Увидел И Открыл Господь Глаза Слуге И Он Увидел И Вот Вся Гора Наполнена Конями Колесницами Огненными Кругом Елисея Когда Пошли К Нему Сириане Елисей Помолился Господу И Сказал Порази Их Слепотою И Он Поразил Их Слепотою По Слову Елисея И Сказал Город Идите За Мною И Я Провожу Вас К тому Человеку Которого Вы Ищите И Привел Их Самарю Интересно Здесь Вот Что То Что Видел Елисей Не Видел Его Слуга Хотя Оба Находились В одном И том Же Месте И В Одно И То же Время Елисей Говорил Тех Кто С Нами Больше Тех Кто С Елисей В этой Ситуации Видел Возможности Огромные Возможности А Слуга Его Видел Проблемы Хотя Находились В одних И тех Же Условиях Мы Сегодня С вами Друзья Находимся В одних И тех Же Условиях Но Есть Люди Которые В этих Условиях Почему То Видят Возможности А Есть Люди Которые В этих Условиях Видят Огромные проблемы в чем разница разница во взгляде неправильный взгляд и сказано что здесь помолился елисей и у них у него открылись глаза и он увидел те же возможности друзья нам надо сегодня молиться чтобы бог открыл наши глаза кто не видит возможности для того чтобы увидеть возможности и интересно вот здесь что потом елисей помолился и вся армия ослепла но смотрите смотрите вся армия ослепла но елисей с ними разговаривает он говорит это не та дорога или тот город пойдемте за мной как ему удалось обмануть их они не знали его голоса если бы они знали что говорит елисей их слух подвел как его второй раз здесь в единичном случае и елисей привел их в самарию где их не убили накормили отпустили слава богу а там всю армия опять подводит слух но уже в больших масштабах почему потому что здесь они не знают голос елисея там они не знают голос господа вот так некоторые из нас живут не знаю че голоса господа слух подводит слышим не то что нужно друзья мои и в том месте где надо получать благословение начинаем терять видим не то что надо друзья мои мне нравится история про двух бизнесменов которые приехали в таиланд начинать обувной бизнес первый приехал в таиланд походил поразговаривал посмотрел понаблюдал и увидел множество людей ходящих в резиновых тапочках на босую ногу множество нищих людей и он сказал здесь бизнес не пойдет здесь тепло здесь им и босиком ходить можно им хорошо здесь какой здесь бизнес а второй приехал в это место походил посмотрел увидел тоже самое говорит слушай сколько здесь требуется обуви начал бизнес и стал процветать посмотрите два человека какие разные взгляды один сделал вывод что ничего не получится а другой увидел возможности друзья мои увидьте возможности которые бог сегодня открывает перед нами он открывает колоссальные возможности каждому из вас потому что вы дети его и потому что он хочет чтобы вы были благословенные и стали благословением для других я подожду здесь сейчас у меня по конспекту аплодисменты бурные вас нет но я так надеюсь что вы там около экрана прям скачили сейчас и говорите пастор давай правильно мы уже видим возможности кто-то уже убежал наверное осуществлять эти возможности и мне так радостно что вы прямо сейчас наполняетесь этим словом и я верю благословение потекут и в церковь и из церкви и к вам и от вас потому что после этого мы помолимся что бог открыл наш слух и открыл наши глаза чтобы мы видели то что надо видеть израильский народ видел как манна падает и не придавал этому значения привыкают друзья давайте сегодня иметь правильный взгляд что мы слышим что мы видим когда попадаем в разного рода ситуацию сложную ситуацию видим ли мы из нее выход и видим ли с возможности в этой сложной ситуации или мы видим там проблему и пагубу я сегодня сказал если ты с богом запомни это себе если ты с богом весь мир будет терять а ты будешь приобретать богатство неправедных перейдут к праведным как в этом стане все войско все войско бросила все и убежала просто от того что бог сделал шум шум огромного войска сегодня этот карантин так шумит такой шум поднял по всему миру знаете что многие бросают и убегают время подбирать братья братья время подбирать сестры не сидеть вместе с ними бежать вместе с тобой а подбирать начинать начинать обогащаться начинать просить бога в этих сложных условиях дать идеи открыть зрение и забота бога нас проявляется в том что он хочет дать нам правильный слух и правильное зрение чтобы в любой ситуации мы видели ее так как она есть на самом деле чтобы если мы видели беду что это если беда то мы и видели беду и укрывались от нее потому что некоторые верующие на беду смотрят и говорят нет нет это не беда нет нет мою веру не раскачивайте и идут и наказываются потому что это была беда неправильный взгляд был или слышат неправильные вещи начинают двигаться на эти неправильные вещи они оказались неправильными нет различий не во взгляде не в слухе нам нужно иметь правильное различие бог хочет дать нам его посмотрите притчи царя соломона говорят следующее 20 глава 12 стих ухо слышащие и глаз видящий и то и другое создал господь ухо слышащие и глаз видящий и то и другое создал господь знаете я бы написал здесь так ухо и глаз создал господь и . но почему-то соломон самый умнейший человек он пишет что глаз видящий и ухо слышащие и на самом деле и глаз и ухо выбрано не случайно можно было про руку написать или про ногу но он пишет именно про глаз и про ухо про зрение и про слух потому что это органы чувств с помощью которых мы познаем мир и получаем о нем информацию большее количество огромное количество информации мы получаем именно через зрение и через слух есть конечно вербально есть когда мы трогаем что-то касаемся чего-то тоже какую-то информацию можем получать но 90 с лишним процентов мы получаем и именно через зрение и через слух однако видите слушать в библии не связано только просто с физическим явлением с получением информации видение и слышание в библии всегда связано с мудростью друзья человек правильно видит ситуацию человек правильную информацию слышит бог всегда это связывает с мудростью поэтому соломон говорит видящий глаз и слышащие ухо создал господь почему видящие почему слышащие а потому что можно иметь глаза и не видеть можно иметь уши и не слышать об этом сам иисус говорит матвея 13 глава с 13 стиха потому что говорю им притчами что они видя не видят вау и слыша не слышит то есть не не то что нет информации не то что нет на что посмотреть или что услышать есть что видеть есть что слышать но не слышит говорит и не разумеют избывается над ними пророчество исаи который говорит слухом услышите и не разумеете и глазами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат и глаза свои сомкнули да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем и да не обратятся чтобы я исцелил их ваше же было ваши же друзья это про нас сейчас вот про вас говорю ваши же блаженные очи что видят и уши ваши что слышат ибо истинно говорю вам что многие пророки и праведники желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали мы блаженны знаете почему потому что даже может быть не ситуацию правильную видим а иисуса видим перед собой распятого надо взирать на христа в любой ситуации что он говорит на слово его и когда мы так делаем наши уши очень блаженны и когда мы слышим слово божье наши уши способны принимать правильную информацию и знаете я увидел здесь прямую связь между ушами глазами и сердцем вопрос в сердце огрубела ли она очерствела ли она или она по-прежнему мягкая способны и ощущать божий период божий почерк божий голос божие видение и он дает вы даже больше чем пророки когда в таком состоянии если наше сердце отзывчиво послушно сокрушенно перед богом нам и пророки не нужны бог покажет нам абсолютно верную информацию он каждый день показывает друзья просто надо настроить свое сердце на волну божьего радио дух святой каждый день общается с тобой будь просто внимательным к его голосу ты увидишь ему есть дело до мелочей из дома выходишь прислушаясь он тебе подскажет что ты забыл в разговоре с человеком прислушайся он тебе подскажет что надо сказать сейчас или что не надо говорить а